Рабочая неделя началась с планерного заседания в администрации района. Заур Хамирзов провел совещание с главами сельских поселений, руководителями структурных подразделений, на котором были подведены итоги прошедшей недели и определены планы на ближайшее будущее. Всего участники планерки рассмотрели четыре основных вопроса. На совещание особое внимание было уделено эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции. Начальник отдела по делам ГОЧС Николай Зверев отметил, что в районе продолжается ежедневный контроль за соблюдением стандартов в торговых точках и мест массового пребывания людей. За неделю со 2 по 8 ноября этого года мы проверили 297 объектов экономики, магазины, парикмахерские и так далее. Было составлено пять протоколов, в том числе один протокол по нарушению правил проведения массовых мероприятий, это свадьба, и четыре протокола по несоблюдению стандартов, разработанных Роспотребнадзором для объектов экономики. Всего за период проверок, это с 20 октября, когда мы создали вот эти межведомственные рабочие группы, у нас проведено около тысячи проверок. За этот период составлено 23 протокола, из них 21 направлено в суд. Те протоколы два, которые отработали на выходные, сегодня дорабатываем и сегодня передаем в суд. Главы поселения, в свою очередь, доложили руководству района о принимаемых мерах по недопущению распространения инфекций на территории района. Заур Хамирзов в очередной раз призвал глав сельских поселений продолжить профилактические беседы с населением о важности соблюдения мер безопасности. Уважаемая глава, присутствующая, убедительная просьба не расслабляться, особенно для того, что касается свадеб и похоронных обрядов. Далее были рассмотрены вопросы исполнения показателей X-матрицы реализации нацпроектов на территории района в ход осеннего призыва граждан на военную службу. Информацию по данным темам представили заместители главы района. По итогам планерки руководителям отделов администрации и ответственным лицам даны поручения и обозначены сроки их выполнения.